Алис, можно ли детям сидеть в телефоне? Можно, но нужно ли? Нужно или нет, вопрос уже риторический, отвечает на него жизнь без вариантов, иначе не сможем ни работать, ни учиться. Спектакль онлайн театра «Куколсказка» готовили до пандемии, когда не было известно, что сказочный сценарий станет нашей реальностью. Действительно ли интернет это эволюция или деградация, мне кажется это, ну не то чтобы даже вынужденная мера, это следующий шаг, сейчас мир такой, это необходимость, просто каждый из нас сам решает на самом деле, будет ли для нас это злом или благом. Интернет, добро или все-таки зло, каждый решал сам. После трансляции в онлайне постановку питерского режиссера активно обсуждали в соцсетях десятки человек. У меня из головы весь спектакль не выходила мысль о том, что все показанные ситуации происходили и происходят в нашей жизни вне сети. Мошенники всегда обманывали наивных, люди часто осуждают друг друга за спиной и так далее. Людей сеть не изменила, мы просто увидели суть под другим углом. Сам режиссер не считает свою постановку пророческой, но то, что пандемия развернула мир на 180 градусов, подтверждает. С этим согласны и социологи. По их словам, коронавирус дал мощный старт онлайн-жизни. Так, некоторые профессии, которые могли бы просуществовать еще два десятка лет, возможно, исчезнут в следующем году. Продавцов-кассиров вытеснят интернет-магазины. Экономисты и юристы уйдут на удаленку, но олочное образование станет роскошью и будет доступно лишь для элитных слоев общества. Остальные продолжат учебу дистанционно. В интернете, говорят эксперты, более того, изменится и ритм жизни, и понятие рабочее время исчезнет. К сожалению, рабочего времени теперь будет больше. И вот сейчас, кто работает на удаленке, они говорят, что приходится и в восемь, и в девять отвечать на звонки, отправлять документы, чего в обычной жизни не было после пяти часов. Плюс и минус онлайн-жизни. Как не попасть в зависимость и не уйти с головой в виртуальную реальность. Спектакль онлайн как раз об этом. Увидеть теперь его в следующий раз можно будет только с открытием театрального сезона, уже в зрительном зале. Валентина Аскерова, Александр Антропов. День с толком.